Я очень довольна, что здесь все-таки на русском порядке. Слушай, молодцы, здорово стало. Мы еще несколько лет назад сюда приезжали, как здесь стояла лужа, как грязь была. Мы не могли ни найти в детский сад. Ни первые судьи. Эти неудобства теперь в прошлом. Двор на московском тракте 14 меняется на глазах. Установлены тротуары, оборудована детская площадка, в работе входные группы. Здесь будет единое пространство, соединяющее вместе многоквартирник, скверы и социальные объекты. Два года назад началось рассмотрение проекта, куда мы были приглашены, участвовали в разработке проекта. Все, что мы хотели, почти сделано. Еще есть часть доработок, которую мы корректируем. Я думаю, с Калининской администрацией мы придем к единому решению. Как ведут работы, сегодня проверяет глава города. Такие выезды позволяют увидеть недочеты и вовремя включиться в решение проблемы. На Ставропольской-4 работы по благоустройству двора идут по плану. А вот с капремонтом кровли в период дождей начались проблемы. Затопили полностью всех. Вот сейчас мы акты составляем, натяжные потолки у людей, лоджии вскрыли. Они не перекрывали? Огорчают они нас. Давайте, значит, надо будет зафиксировать департамент городского хозяйства вместе с СТК службы и с фондом капитального ремонта. Совместно пусть выведут комиссионно каждую квартиру, которая была протоплена, зафиксируют. Если у кого-то сильно, серьезно пострадало, то в том числе отработка с компанией, которая будет страховая, которая будет возмещать затраты. Вот этот прямо вопрос на контроль. Сегодня протокол зафиксируем. Юрий Иванович, что же информацию направьте. И у меня, чтобы была. В Калининском округе идет масштабная работа. Благоустраивают не только дворовые территории. Совсем скоро тюменцам представят обновленный сквер болгаро-советской дружбы. Прогулочные дорожки, зеленые зоны и архитектурные формы появятся здесь без единого бюджетного рубля. Все сделают за счет предпринимателей. Здесь мы выступаем как одна из подрядных организаций. Рабочей группой были разделены объемы. Наши объемы – это центральная часть данного сквера. На данный момент, на сегодняшний день мы выполнили демонтажные работы, планировку участка, установку бордюрного камня и подготовку под финишные покрытия. Все работы подрядчики должны закончить до наступления холодов. А вот скверы обещают открыть уже ко дню города. Екатерина Кальченко, Альшат Керимов, Тюменская служба новостей.